Приветствую вас, товарищи! Улитки анонсировали уже официально 17 сезон ПВО-пропуска, который называется «Управляемая ярость». Даты проведения. С 23 октября по 22 января у нас будет идти новый сезон, и призами будут корабль «Мурманск», и топовый приз «Батлпасса» — это самолет «Хэншли-177А3» с управляемыми бомбами. Правда, планирующими. Поэтому, в целом, тут я считаю, что техника не самая интересная в этом «Батлпассе», и многие из вас, скорее всего, его просто пропустят. К тому же и на стриме тоже такие комментарии были, что особо неинтересно, и будут пропускать. Но, тем не менее, ролик у нас новостной, и надо рассмотреть, что же у нас будет по заданиям и по всему остальному. Потому что, помимо техники, у нас есть еще и декали, которые выглядят вот так вот. Петух на бомбе! Вот ради этой наклеечки можно уже участвовать в «Батлпассе» в новом. Еще «Зайчик» и «Орель» с падающим бомбом. Кстати, вот этот прям очень клевый. Вот этот декалечка прям очень клевая. Бомбардировочный эскадрилья КГ-6. Далее у нас идут декораторы. Как я понимаю, какой-то пулемет «ЛАД». Танковый декоратор. Далее «Люфтфауст Б». Тоже танковый декоратор. Это, если кто не в курсе, такое, типа, гранатомет для сбития самолетов. В «Энлистоде» такой есть, кстати. Тоже можно сбивать там самолетики на нем. И третий декоратор – это «Энзиан» какой-то. Корабельный. То есть, какая-то непонятная корректируемая бомба, вот эта планирующая, что ли, с какими-то двигателями или что-то типа того. Иконка профиля выглядит у нас вот так вот. Пилот-бомбардировщика. Кстати, забавно, что улитки решили сделать батл-пасс, посвященный бомбардировщикам, которые, по сути, мертвый класс в игре и практически неиграбельны сейчас. Это очень забавно и смешно. Но это еще не все. Улитки сделали коллекционные пари, золотые бои. Снова они возвращаются в игру. Но выполнить максимальную ступень практически нереально. Во всяком случае, если вы играете один. Потому что, чтобы ее достичь, вам надо совершить 12 побед. Ради того, чтобы получить эту тысячу голды. При этом, еще помимо победы, надо уничтожить как минимум одну единицу техники, управляемую игроком. Допускается максимум 3 раза не выполнить это задание. После чего пари будет окончена и зачислена соответствующая выполненному процессу награда. Это старые пари. Кто-то из вас, может, даже не в курсе был. Но раньше они выпадали и можно было так называемые золотые бои активировать. Выполнять это пари я советую, если оно вам выпадет, минимум втроем, а лучше вчетвером. Чтобы прям вот железобетонно была практически гарантированная победа. Потому что, если хотя бы несколько человек будут друг с другом на связи и помогать при этом, подсвечивать противника, атаковать с разных видов техники, самолетами, наземкой, то победа будет практически гарантирована. Потому что сейчас рандом настолько отстойный, вообще отвратительный, что, наверное, даже пати из двух человек может вытащить катку. Ну и, соответственно, и надо брать побольше с собой техники в бой, чтобы шансов было еще больше. Далее еще можно будет получить трофей с техникой. Эта механика относительно новая для боевых пропусков, потому что теперь по две машины всего лишь в батлпассе можно нафармить. Ну а вместо третьей вот такой вот сундучок. Соответственно, если у вас не было вот этой вот техники на аккаунте, то в случае выбивания этого сундучка, что-то из этого вам начислится рандомно. Ну а если у вас все это есть, вместо техники вам начислятся пари на золото и 100 тысяч серебра. Что, конечно, такое себе. Лучше бы там, не знаю, 3 миллиона бы начислили, и то было бы эффективнее, мне кажется. Участие у нас в батлпассе без изменений. Каждый день заходим, получаем от 1 до 5 очков. Выполняем боевые задачи, которые есть в игре, от 2 до 5 очков. Ну и сами сезонные испытания, то есть задания батлпасса, за каждое из них по 30 очков получаем. Но давайте остановимся на том, что купон на технику Мурманск, то есть на корабль, будет бесплатный. То есть покупать боевой пропуск будет не обязательно. Ну и, конечно же, самолет будет платной наградой, соответственно, чтобы его получить, нужно будет купить боевой пропуск. В целом он недорогой, и если вы надумаете в нем принимать участие, галдишнику можете взять по моей реферальной ссылке. Кстати говоря, у меня их две. Одна для глобального клиента, вторая для СНГ, если вы на него переходили. Так что скидочку вы сможете получить, и заодно мою наклеечку в подарок, если у вас ее еще нет. Ну и давайте переходить к самим испытаниям. Первое испытание это удар, еще удар. Уничтожить или оказать поддержку при уничтожении заданного количества техники игроков. 250 единиц. В принципе, классическое задание, ничего сложного нет, очень быстро набьется. Накопительное и там 2-3 дня, и все будет готово. Второе задание, немецкое качество. Сыграть заданное количество миссий на технике Германии. То есть на немцах нам надо будет сыграть 25 миссий. От третьего ранга, я напоминаю. Не бывого рейтинга, а именно ранга. Тогда оно зачтется. Слава богу, хотя бы выиграть столько не надо, а просто сыграть. Это тоже легкое задание. Следующее, гнев с небес. Уничтожить заданное количество наземной или морской техники в авиационных боях. 100 единиц? Серьезно? Улитки, блин. Учитывая, какие призы вы сделали, я прям даже не знаю. То есть, как его выполнять? Заходим на каком-нибудь Ил-10, например, в воздушные реалистичные или аркадные бои и штурмим танки, пулеметы, ПВО, доты и так далее. Ну, или корабли. Уничтожаем с катерами. Соответственно, 100 фрагов ботов делаем. Не сказать бы, что сложно, но время не потратить придется прилично, мне кажется. Следующее задание. Пламя ярости. Пожечь технику игроков заданное количество раз. 80! Серьезно? Блин, улитки, вы какие-то очень странные задания придумываете. Мне кажется, 30 раз было бы вполне достаточно. 80 раз поджечь? То есть, надо прям специально стрелять в двигатели, в топливные баки, куда-то в задние части, ну, большинства машин, чтобы это все сделать? Ну, мне кажется, не очень. Кстати, есть вероятность, что некоторые задания будут корректироваться. Так что, может, тут будет не 80, а меньше. Я бы сделал 30. Этого будет вполне достаточно. Но 80, это что-то прям какой-то перебор. Так что, у нас уже второе задание сомнительное. Следующее. Небольшой подарок. Уничтожить заданное количество единиц техники игроков, используя авиационную бомбу массой менее 120 килограмм. 5 единиц. Тут, в целом, не сложно. На каких-нибудь тех же Илах можно попытаться. Там, бомбочки по 100 есть. Или на японцах. И так далее. 5 фрагов сделать, в принципе, не суперсложно. Особенно, если вы штурмите зенитки с открытой рубкой. Они отлетают быстро. Следующее задание. Большой и опасный. Уничтожить заданное количество раз 3 единицы техники игроков без потери своей, управляя бомбардировщиком. Здрасте, Гайдзин. После того, как вы занерфили живучесть бомбардировщиков, и теперь они разваливаются буквально с одной тычки почти с чего угодно, вы занерфили бомбы, которые никого не уничтожают, и вы впихиваете испытания на бомбардировщики в таких условиях, что вам надо сделать минимум 3 фрага без потери своей. Понятное дело, что это легче всего, скорее всего, будет делать с П-8 или Ланкастера. Здоровенную бомбу кидаем в район скопления противника, если вам повезет найти такой район скопления. Делаем 3 и более фрагов, и так 5 раз. И тогда задание будет выполнено. Это уже третье очень сомнительное задание по своему условию, скажем так. Мне кажется, лучше было бы уничтожить, например, 15 фрагов бомбардировщиком любыми бомбами. Это было бы намного проще и спокойнее для большинства игроков. Но, тем не менее, вот такое вот задание. Следующее. Стальной гигант. Нанести заданное количество урона, используя корабль большого флота. 20 тысяч единиц. У кого большой флот есть, это без проблем делается. Выходим, стреляем по кораблям, запускаем торпеды, взрываем. 20 тысяч урона быстро набьется. Я сам это выполняю. Следующее. Гончие ярости. Получить заданное количество очков миссии в боях, где была использована техника текущего сезона боевого пропуска. 20 тысяч очков миссии. Это классическое задание, в каждом батлпассе есть. Учитывая, что корабль откроется первым и будет бесплатной наградой, проще всего будет это сделать на нем. 20 тысяч очков миссии набиваем, и это испытание заканчивается. Учитывая специфику флота и то, что в него мало кто играет, это задание еще одно, которое достаточно сомнительное. И многим оно не понравится. Либо это задание нужно будет доделывать, когда вы откроете бомбардировщик. Но мне кажется, на флоте его выполнить будет намного легче. Следующее задание Титаномахия какая-то. Уничтожить заданное количество единиц техники игроков другого вида войск. 15 единиц авиации, танк, корабль. То есть едем на танке или на зенитке, сбиваем самолеты, летаем на самолетах, уничтожаем танки или корабли. 15 единиц. В целом несложно. Следующее задание Контролируемая ярость. Уничтожить заданное количество единиц техники игроков, используя авиационные управляемые ракеты в воздухоповерхность. 10 единиц. Это будет легко сделать, если вы открыли какие-нибудь F4J на буллпапах и тому подобные самолеты. Но если у вас этого нет, то на самолете батл пасса надо будет этими ракетами новыми стрелять. Надеяться, что они там куда-нибудь попадут. И только потом вам что-то там засчитается. 10 фрагов. Это еще одно сомнительное задание на самом деле. Потому что многие не используют авиационные управляемые ракеты. У многих вообще самолетов нет в совместных боях. Так что далеко не все смогут выполнить это задание. Следующее. Важная цель. Получить заданное количество боевых наград. 15 наград разведка. Она вам выдается в случае, если один из ваших союзников уничтожил заранее отмеченную вами наземную вражескую технику. То есть берем легкий танк, активная разведка, помечаем противника. Кто-то его уничтожает, вам это засчитывается. И так надо сделать 15 раз. То есть 15 фрагов должны сделать ваши союзники по вашему засвету. В целом не сложно. Особенно на каком-нибудь XM-800. За 2-3 боя вообще выполнится только путь. Далее у нас открываются более сложные задания. Подпитываемые яростью. Выиграть заданное количество миссий, уничтожив хотя бы 3 единицы техники противников каждый. Для меня это не сложно, 3 единицы, но 30 миссий. Победить! Минимум с тремя фрагами. Олитки, вы по-моему вообще в игру не заходите. Вы вообще не понимаете, что там творится сейчас в рандоме. Зайдите ко мне в телеграм. Зайдите ко мне в группу вконтакте. Посмотрите скриншоты, которые мне скидывают подписчики. Посмотрите мои личные скриншоты со стримов. Что там нахрен творится? Как можно сделать 3 фрага еще победить, когда у тебя из 16 человек сливается 12 с нулем? Я, честно говоря, не знаю. Очень сомнительное задание. Крайне сложное даже для опытных игроков. Потому что надо именно победить. Просто жесть. Чего в этом батлбассе ужас какой-то? Следующее задание. Безграничное терпение. Сыграть заданное количество миссий, заняв первое место. 15. Для подавляющего большинства игроков это вообще неуполнимая задача. Опять же, по той же причине, которую я только что озвучил. Я набью быстро. 15 миссий. Окей. Средние игроки, которых КД больше одного, тоже набьют без проблем. Следующее задание. Воин трех стихий. Сыграть заданное количество миссий. В каждой уничтожив хотя бы по одной единице наземной морской или воздушной техники. И захватив одну точку в указанных режимах. Воздушные, танковые, морские. Самое ублюдское задание из всех возможных батлбассов. Оно несколько раз было в предыдущих. Ненавижу его. Отвратительное говно. Потому что вам надо на самолете захватить точку. И еще сделать фраг. Хотя бы один. Это, конечно же, можно сделать в аркадных боях. И я аркаду не люблю. И многие ее не особо долюбливают. Делать там задание. Ну, камон. Кому это надо. Плюс еще и в морских боях нам тоже надо сделать фраг. И еще точку захватить. Лучше всего это делать на малом флоте. На катерах. Врываться на точку. Потому что там респауны близко находятся. Но там будет такая каша мала. Что далеко не в каждом бою будет это получаться. Слава богу, сделали хотя бы пять миссий. А не пятнадцать. Хуже него было задание с такими же условиями. Только еще и победить надо было. Тут нам чуть полегче сделали. Но тоже фиговая. Очень фиговая. Ну и почетная медаль дается за выполнение всех сезонных испытаний. Фух, товарищи. На мой взгляд, это самый фиговый батл пасс. От сердца говорю. Самые всратые задания. В огромных количествах. С какими-то нереальными условиями. За технику, которая будет... Ну, такая себе. Даже на продажу. Я думаю, она не будет особо дорогой. Тут я могу посоветовать улиткам поиграть в War Thunder. Хотя бы недельки две. Каждый день. Часа по три. Примерно как это делаю я. Пересмотреть, скорее всего, им придется некоторые задания. Так что, может быть, мы какие-то изменения все-таки с вами увидим. Но это не точно. Пока же только время. Своё мнение по поводу заданий и условий этих заданий оставляйте в комментариях. Но я думаю, там будет полыхать сейчас просто с нистовой силой. Ну, а я буду заканчивать сегодняшний информационный ролик, в котором я просто офигел. Ох, товарищи. Не знаю, что нас с вами будет ждать в 18 сезоне. Но 17 просто, конечно, провальный. Если ролик был вам полезен или хотя бы немножко интересен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приходите ко мне на стримы, твичи, вкплей и ютуб. Соответственно, если смотрите ролики, то помимо ютуба, я их еще выкладываю во вконтакте, дзене, рутюбе и на бусте в раннем доступе. Все ссылки вы найдете в описании. С вами был Фриман. Всем сил, терпения и удачи. Пока-пока.